он спит до двух часов дня я приезжаю дома рекламы какие-то ну короче ну я хотела действительно для меня всегда было круто почему я была уверена ну как вы знаете слова словами а на деле на деле как бы по-другому все было и для меня всегда было круто когда молодые пары для меня всегда было круто когда молодые пары вместе добивались чего-то развивались вместе зарабатывали деньги у всех было не твой человек так добивались вместе каких-то целей к чему-то стремились и для меня это всегда было примером и я правда я искренне честно я этого хотела это в действительности так и и по максимуму ну сегодня я уже насколько знаю на работу его взяли взяли по моей рекомендации мой друг которому я звонила и просила как бы захаром помочь захару потому что я видела что ничего не делается но это ну и все это херня там то костюм это iphone это еще как то что то ну как бы ну для меня это странно было якобы но я хочу я не 4 месяца как бы ну я в нем видела потенциал как бы изначально я надеялась на что-то но это не основная причина это далеко не в основная причина просто я мне захар сегодня звонил а ну как бы мы с ним не общаемся уже много дней вот он не звонит звонил мне по поводу того что зачем я вынесла все это на обозрение что когда мне позвонили журналисты сегодня журнала я сказала что как бы ну я ничего не комментирую ничего не гони а вот и мужича я рассказывала уже забыла а вот и когда мне сегодня позвонил и сказал почему я все это рассказала до этого мне позвонили журналисты вот и говорят вер так и так говорит ходят разговоры то что вы расстались а до этого мне многие многие люди там звонили спрашивали правда не правда там а правда что он руку поднимает на тебя правда там то пятое-десятое ну как бы уже все начал расходиться потихоньку хотя я думала что я я не хотела это афишировать абсолютно когда мне журналистка сегодня позвонила и я сказал что я как бы не буду озвучивать причины и причем та причина которую вы все знаете это не основная причина далеко вот и позвонили ему журналисты после того как я отказалась что-то объяснять комментировать и у на что он сказал что типа нет мы не расстались мы как бы поругались все нормально и т.д. и т.п. ну для меня странно что человек как бы ну врет на каждом шагу в мелочах в этой ситуации ну зачем что-то скрывать мне они они когда я всегда говорила так как есть и когда начали какие-то происходить ситуации когда я понимала что никто ничего не знает все видят красивую картинку в инстаграме ну как бы все но я старалась по максимуму действительно я не хотела выносить я просто знаете я на доме 2 устала очень пиарник я могу вам поклясться из чем в чем хотите да и принципе мне доказывать не зачем кому-то что-то я не тот человек который будет пиариться за счет таких гнилых тем мы и это участь других людей которых вы сейчас писали поэтому мне не мне не зачем это мне так слава богу все хорошо было есть и будет и поэтому вот и он мне сейчас звонил из угрожал то что собакой собаку у меня надо отберет и что это моя собака ну просто он когда мы с ним расходились он мне он мне ну как бы говорил по поводу того что тому собаку я отберу это моя собака этому и дарил тебе он просто увидел что я дала реакцию потому что ну как бы я к малому за столь короткое время в принципе уже привыкла и полюбила уже и и купаемся мы едим и на пеленочку писем ну как бы ну она уже мое родное и когда он мне на второй день как он мне подарил малого он мне начал говорить что я эту собаку отдам и для меня это как бы ну я не знаю как так можно не говорит тебе что вещь какая-то или 1 2 3 4 5 позвонил мне сейчас захар соленко захар соленко пользуюсь случаем передаю тебе привет просит не выносить все это на обозрение чтобы я молчала и ничего не говорила я говорю вы знаете 10 процентов правды выдаваться в подробности реально я не хочу не вижу смысла но то что слава богу что все это закончилось это факт вот поэтому вот такие вот делишки поставь да я сейчас я сейчас сказала то что я буду то ли блокировать то ли утре пусть он меня блокирует чтобы он не видел моих прямых эфиров и все остальное потому что все наконец-то по образованию я тележурналист так собаку я зову хэппи вот пизюха моя скажи проверяет ой ляпка моя по поводу вот я сейчас по поводу того что многие пишут по поводу ну насчет того что мы много расходились расходились и действительно мне как бы стыдно очень по поводу того что постоянно эта канитель продолжалась вот но здесь я официально заявляю мы не на проекте за забором никто не держит на лобных местах обсуждать ничего не надо поэтому я очень терпеливый человек я очень много ждала долго ждала вот и и и и ну как бы все мне все надоело и и как бы хватит новая жизнь сейчас весна молочи с у меня подрастет и все будет круто сейчас буду в работе все конечно же не по поводу вот еще пишут мне постоянно там давай на проект все остальное вернетесь не вернетесь по поводу захара насколько я знаю что он ну насколько до меня уже информация дошла в принципе в первый день как мы с ним разъехали что он в принципе звонил узнавал по поводу возвращения на проект я вам клятвенно обещаю что в качестве участницы на телепроекте дом 2 вы меня никогда не увидите то есть я не вернусь туда вот это раз второй момент по поводу почему я вынесла все это потому что я изначально не давал никакие комментарии не давала ничего не не говорила вот но потом когда начали какие-то всплывать моменты которые неправдивые я поняла что он как бы я начала слышать одни слухи другие слухи почему что как вот и вот так по поводу любви кто кого любил вот там пишут там любила я его не любила знаете любой такая штука когда много случается плохих моментов когда какие-то там ситуации происходят ну потом ну как это правильно сказать ну когда за плохими моментами забывается все хорошее последние полгода где-то ну в процентном соотношении было 10 10 процентов плохого и 90 вот точнее наоборот 10 процентов хорошего чего-то и 90 процентов плохого вот поэтому я понимаю что однозначно я как бы не настроена никакие отношения строить потому что ну потому что кубы я не такой человек я реально до последнего была уверена что я смогу все таки это все вытянуть и и как бы все получится вот но это бесполезно было и я как бы он мне сейчас говорит сейчас звонил что якобы я там пытаюсь себя оправдать мне нечего себя оправдывать ну как бы моя совесть чистая перед ним и в принципе вот моя совесть чиста принципе и перед и перед и перед собой прежде всего и перед ним я была верна я никогда не давала никаких поводов за что периодически получала пиздюлей вот хотя я же говорю за то что я не давала поводов и по итогу ну вы знаете когда к человеку относишься как бы не знаю со всей душой он для меня был ну как бы моей семьей вот я за него там не знаю порвать готова была любого а потом когда этот человек говорит а что ты для меня сделала ну вот ради чего зачем и как бы мне не надо было о том чтобы он меня благодарил просто ну чтобы ну чтобы хотя бы какое-то осознание было вот он малявка у нас мой вот поэтому то что касается там бабок или чего-то там мне там пишут там поводу дяди как он мне говорил постоянно да тебе нужен там дядя с бабками да я сама в состоянии полностью твердо стою на ногах в плане финансовом плане всего я не нуждаюсь в ком-то может может ему как бы ну ему нужнее у меня как бы и так все слава богу я сама сама на себя надеюсь и как бы у меня все слава богу хорошо я сейчас собрала его вещь потому что он когда съехал ну когда я попросила его чтобы он уехал вот и получается он он уехал а шмотки его все были здесь и как бы ключи его здесь были почему опять рассказываю вот то вы мне сейчас пишите почему там все потому что много всяких ну разговора вокруг уже ходит почему что как я хочу чтобы как бы это от первых лиц читать я не могу просто честно я читаю я ни о чем не жалею и ничего такого не рассказываю вот и он получается когда мы с ним уже разъехались когда он съехал мы с ним как бы уже все не общались его вещи здесь были вот и ну как бы квартиру я оплатила и потом он куда-то уехал я же говорю вещи его здесь были и ключ он мне не вернул я не я не знаю где он живет и что он делает и как он не знаю вот и я поменяла буквально наверное дня три назад замок вот и сейчас передала его вещи сложила сегодня его все вещи и вообще ну чтобы не пересекаться с ним никак не контактировать вот я сейчас собрала его вещи и вот буквально там не знаю может уже даже привезли эти вещи вот а так мой девать ты зойка смотрите какой он ты бандюк насчет лили я тоже уже не хочу вот честно я вы знаете что касается дома 2 и что меня связывало с чем ну с проектом знакомые все я вообще не вот честно я вообще не хочу чтобы меня что-то связывало вот в плане с теми людьми там у меня воспоминания есть свои у меня есть как бы свои ассоциации и ну не хочу не хочу причем вчера такая ситуация получилась очень смешная я приехала к Аленке я приехала к Аленке ошмаренные волосы подстригать и приезжаю а там Лиля сидит ну и чтобы вы понимали ну как мы мы на фоне разуме того что она как бы все повторяла и рекламщикам моим писала и ну короче долгая история и короче Лиля наращивала волосы и темные и светлые пряди вот и когда я сидела на наращивании я на с Ефременковой ну насколько я поняла по голосовому что причем вчера еще это нигде не афишировалось по поводу расставания по поводу всего хотя мы уже жили вот и Ефременкова отправила голосовое что типа привет приветом а ты знаешь новое что типа Лера с Захаром расстались вот и после чего я сделала выводы что Захар все таки звонил и просился обратно на проект потому что в день когда мы уже с ним первый день не жили вместе мне позвонил Ебаров и сразу задал вопрос а что у вас с Захаром я говорю ты с какой целью интересуешься ну короче ну фишка в чем что скорее всего месяца наверное трех было так мягко сказать не все хорошо переживала а сейчас как бы нормально все собаку хэпи зовут собаку хэпи зовут ну а лявка моя что а так порода йорк ребенок нет пока у меня вот мой пупсик так порода готова к новым отношениям уже да ну нет конечно вы что я же не какая-то там непонятная знаете с письки на письку прыгать поэтому пока нет ну как бы пока я даже не думаю об этом ой спортом занимаешься от случая к случаю захар не заберет собачку ну угрожает что заберет но я ее не отдам одежды нет еще не покупала потому что ему только через месяц через месяц только можно прививку делать вот и тогда уже его с собой на улицу брать поэтому он пока у меня домашний пёс поэтому пока так каких мужчин уважаю хороший вопрос честных верных а чувством юмора с мозгами самое главное да наверное вы знаете наверное честный верный с чувством юмора и любящий и самое главное добрый Когда у человека сердце доброе, тогда этот человек — человек. Я все не про сахара. Да что ж мы, дом 2, собираюсь, тухляк, тухляк. Нет, не собираюсь. Захару как можно подарить, а потом забирать правильно, что бросила этого слюнтяя. Нет, понимаете, когда там подарки отбирать, это можно как-то оправдать на эмоциях, на обидах, на чем-то таком. Ну, когда это, не знаю, ребёночек такое, живое существо, знаете, и он тоже чувствует, и это же не просто какая-то вещь. Он же и привыкает, и что-то там себе в своей головешке думает, и, ну, поэтому я не знаю, как так можно. Вот. Леха, муха. Ой, челевача, как мы любим, челевача, как мы любим. В социуме зарабатываешь так же, как на доме 2 или меньше? Нет, я сейчас больше зарабатываю, чем на доме 2. До свидания. 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 Продолжение следует...